Пребывающий с официальным визитом в Италии президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал и одну из самых обсуждаемых сегодня международных тем. Отказ украинских властей от подписания ассоциации с Европейским Союзом. Комментарий получился взвешенным и прагматичным. Глава России напомнил о том, что у Украины действует режим зоны свободной торговли с Российской Федерацией и что подписание Киевом других внешнеэкономических союзов может элементарно нанести экономический ущерб российской экономике. Напомнил президент России и о том, что на сегодняшний день долги Украины перед российскими финансовыми учреждениями уже составляют около 30 миллиардов долларов. За несколько дней до этого Владимир Путин говорил и о том, что ЕС шантажирует Украину и указал на недопустимость такой политики. Почему решение Украины вдруг вызвало такую истерику на Западе? Ведь одновременно с Киевом от перспектив ассоциации с ЕС фактически отказалась Армения и Азербайджан. А Исландия вообще отказалась от полноправного членства в Европейском Союзе. Ни для кого не секрет, что экономика еврозоны падает. И самые бедные ее члены, такие как Греция, Испания, Португалия, стремительно нищают. Более того, сегодня в Украине происходит подмена понятий. Прозападные политики убеждают народ, что действующие власти отказались от членства в ЕС. Но на самом деле ассоциации никакого отношения к членству не имеет. Ассоциация с Евросоюзом еще в 1960 году была подписана Турцией. А со временем Алжиром, Египтом, Ливаном, Марокко, Мексикой, Чили. Странами, которые в принципе никогда членами ЕС стать не могут. Они просто имеют крупный товарооборот с Евросоюзом по той или иной группе товаров. Поэтому от ассоциации извлекают определенную экономическую выгоду. Но что получат от ассоциации Украины? Ничего. Вернее, одни убытки. Продукция дотационного европейского аграрного сектора похоронит сельское хозяйство Украины. Это же может произойти в области машиностроения. Но это лишь полбеды. Настоящей катастрофой для Украины стал бы выход из зоны свободной торговли в рамках СНГ. Немного сухой статистики. Товарооборот Украины со странами таможенного союза даже сегодня больше, чем с ЕС. Популярная легенда о том, что почти 80% инвестиций в Украину приходят из стран ЕС, не выдерживает никакой критики. Большая часть этих так называемых инвестиций – возврат украинских же денег из офшоров. Более 33% инвестиций в Украину приходят с Кипра. Более 4% – с Виргинских островов. Более 10% – из Нидерландов. Крупнейшими живыми инвесторами в экономику Украины с примерно одинаковыми результатами являются Россия и Германия. Но и это еще не главное. По оценкам Международной организации по миграции, уже в докризисный 2007 год, вклад украинцев, работающих за пределами своей страны в ВВП Украины, составил около 25%. Примерно половина переводов от трудовых мигрантов делалась из России. Учитывая кризисные явления в экономике Украины после 2008 года, сегодня доля мигрантских денег в экономике Украины выросла еще больше. По оценкам украинских властей, в России работает на постоянной основе около 3,5 миллионов украинцев. Еще около 2 миллионов украинцев уже получили российское гражданство, но продолжают оказывать финансовую помощь родственникам, пользуясь связями между финансовыми системами. Поэтому сворачивание режима зоны свободной торговли может привести к мгновенному сокращению ВВП Украины на 15-20%. С одновременным возникновением многомиллионной армии безработных. Но и это еще не все. Сворачивание экономических отношений, по мнению экспертов, привело бы к практически моментальному закрытию в Украине от 8 до 12 тысяч предприятий, на которых работают около полутора миллиона человек. Теперь простая арифметика. Количество трудоспособного населения в Украине около 21 миллиона человек. 3,5 миллиона на заработках в России. Полтора работает на предприятиях, прямо зависящих от экспорта в Россию. Куда бы Киев дел 5 миллионов безработных? Наверное, это вопрос риторический. Но кому все-таки выгодно на фоне столь катастрофических для Украины последствий пытаться лоббировать курс на ассоциацию и вешать лапшу на уши ее жителей? Давайте посмотрим, кто самые ярые сторонники евроинтеграции Украины в самой Европе. Крупнейшие экономики типа Германии и Франции, как бы не так, это Польша, Швеция, Литва. Что объединяет эти такие разные страны? А тот факт, что они являются самыми верными союзниками Вашингтона на континенте. И евроинтеграция им нужна вовсе не для того, чтобы Киев получил некие мифические блага, а для того, чтобы он сжег на востоке все мосты. И просто вынужден был интегрироваться даже не в ЕС, а в НАТО. Ведь обратите внимание, в европейских переговорах Украина и ЕС постоянно присутствуют Соединенные Штаты. Сразу после Вильнюсского саммита в Украину собирался госсекретарь США Джон Керри. И визит свой отменил сразу после отказа Киева подписать Евроассоциацию. Незадолго до этого посол США в Украине Джеффри Пайетт уже говорил о недопустимости некоего давления России на Украину. Сразу после отказа Виктора Януковича подписывать Ассоциацию в Вильнюсе США официально заявила о сожалении по этому поводу. А на сайте Белого дома загадочным образом возникла петиция с требованием применить к украинскому президенту за это санкции. Звучит абсурдно, так как санкции можно применять за право нарушения, а не за подписание или не подписание каких-то договоров. Но это факт. Похоже, кроме соседей России и ЕС, очень весомый интерес в этом процессе имеет именно Вашингтон. И не зря депутат украинского парламента Олег Царев с трибуны Верховной Рады заявил о том, что США реализует в Украине проект по разжиганию в стране гражданской войны. Судя по всему, после многочисленных геополитических поражений, Штатам любой ценой нужно усилить свои позиции в Восточной Европе. И судьба украинского народа для этих благодетелей не более чем разменная монета.